Шло время. Искусство цыган вызывает симпатию у зрителей. В театре «Аншлаг» нет ни одного свободного места. Актеров стали приглашать сниматься в кинофильмах, некоторые из которых вошли в Золотой фонд кинематографии. К тому времени уже широко известный народный артист СССР Николай Сличенко снялся в кинофильме «Трудное счастье» и в дождь, и в солнце. «Свадьба в Малиновке. Мой остров синий». В 1966 году вышел фильм «Неуловимые мстители» режиссера Эдварда Киосаэна. Героя Яшку, цыгане которого с блеском сыграл актер Василий Васильев, был влюблен в весь Советский Союз. Позже было снято еще две серии. Молодые актеры театра «Рада» и Николая Волшининова тоже снялись в известных фильмах. В 1969 году выходит фильм «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким. Цыганский дуэт Грановских стал популярен в одночасье. В 1976 году на экраны выходит знаменитый фильм Эмиля Латяну «Табор уходит в небо». Фильм имел грандиозный успех. В 1969 году режиссер Иван Перев начинает снимать фильм «Братья Карамазовы». На съемки этого фильма были приглашены актеры театра «Румын». К тому времени весь фильм уже был снят. Оставалось доснять три сцены с цыганами. Две сцены сняли, а в день съемок третий великий режиссер Иван Перев скоропостирно ушел из жизни. Случившееся потрясло всех. В том числе и созвездия знаменитых актеров, которые около года трудились над созданием фильма. Все понимали, что работу надо продолжать. Но от шока актеры не могли настроиться. Бразды правления доверили Михаилу Ульянову и Кириллу Лаврову. Но и они не очень-то понимали, как спасти ситуацию. Случайно мимо проходила молодая актриса театра «Румын» Роза Джалакаева. Ульянов кинулся к ней и взмолился. «Заведи всех песней с пляской, создай атмосферу». Роза кинула взгляд на своих коллег, заиграла музыка. И все пошли плясать. Так, благодаря молодой цыганской актрисе, мы по сей день имеем возможность смотреть этот замечательный фильм. Я говорю вам «До свидания». Спасибо за компанию и уделенное внимание. Желаю вам всем счастья и добра. А воспоминания мне заканчивать пора. За время, проведенное со мной, благодарю тебя, читатель дорогой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!